Воскресенье мало, понедельник 0, да все готовы. Мизмай, Саша на берлога трехэтажная. Мы стартуем туда, сами не знаем куда, в поисках того, сами не знаем чего. Туманный ноябрь, 20 число. Фитнес, по килограмму грязи на ботинке и вперед. Вот это вот ее основная заводовая поляна, там внизу палатками можно встать. Сейчас, короче, Саша, смотрите заводовые поляны. Здесь так спокойно в ноябре. Такой красивый ковер. Любое время года в горах прекрасно. Идет дождик, сыплет снежок. Красота. Ноябрь. Оно просто не просто сейчас популярное, а культовое уже стало непонятно. Если хочешь, там такие столбы нормальные. Пехта новогодняя, наша любимая пехта по дороге на Иванову поляну. Мы снова здесь, точка 009. Разбиваем лагерь. Рядом ручьи. В принципе, может быть тут вода еще есть, несмотря на засушливую осень. Бодро. Здесь прям погода такая зимняя, да? Да. Хорошая такая. Классная погода. Классно. Пока ни снега, ни дождя нет. Да, осень, осень, зима. Короче, ноябрь. Да, ноябрь. Когда корона бахнула, там же типа с Елисеевым был разговор такой, что они хотя же переделывают те денег, но тоже с Дэном вот вот это вот все и речь шла, что подрядились помочь. Ну типа по осени. Ну а тут, соответственно, все накрылось медным тазом. По новой пошло. У них снова вот эта фигня. Ну фигня это... Я говорю жестко. А? Ну фигня это такое древнее место. Там по любому жизнь. Там 94-го года записи я видел. Да жалко они вот эти колоритные дома. Ну подправь его, рядом поставь новый. Крупная растопка дрова. Ага. Для гармонизации, сколько мы из стихии состоим, надо выходить на высшие руководят, эвкулаторы они руководят. И с ними договариваться. То есть, естественно, благодарить. Потому что когда я, допустим, с Романом Даля, как я костровым был, я обязательно кормил огонь, чтобы он... Ну первое, чтобы он веселее всегда, да? То есть, он давал то, что необходимо. Затем, чтобы не получилось ожогов. Потому что с ним договариваюсь, да? И общаюсь. То есть, вот именно отношения выстраиваю. И, кстати, тут все. Я столько раз... Один, два и три, да? Ну тут со стихией огня. Трудился. Все классно. Вы знаете, когда по углям я первый раз начал бегать, я даже не знал, что, оказывается, нужно бежать. Знаете, как? Вот так вот. Вот, вот быстро быстро быстро. И не кончиками, а всей ступенькой. Так. И я боялся, я жену попросил первый раз побежать с собой. Снег шелестит в абсолютной тишине. Мы укладываемся спать в кайфовом, пихтовом лесу. Собираемся в путь. Распогодилось. Солнышко проблестит через заснеженные деревья, ветки. Костерок догорает. Новогоднее рождественское дерево, рождественская поляна, рождественский ручеек. Отлично. Идем в сторону Ивановой поляны. По красивейшему пихтарнику выходим уже к садам дикорастущих яблонь, груш. Ивановые поляны засажены все всякими разными фруктовыми деревьями. Здесь и кабанов много всегда было. Медведи здесь кучкуются часто. Пихточки здесь, шишки собираются. Вот так вот здесь хорошо 21 ноября. И 21 марта неплохо. И 22 февраля тоже. Такая осенняя зима на Ивановой поляне. Красивейшая. Вчера, точнее ночью падал снег. Вот такая трава растет на Ивановой поляне. Вот такая красота. Вообще просто волшебно. Снег такой пухлящок. Грифовый. Шиповник калина. Красненькая на белом. Великолепная. Ивановая поляна. Мы пойдем на Иванову. Иванову проезд. Идем. И наверх уйдем. Ага. Ага. Да? Ну как погода? Включается. 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 Что-то там говорит. Включается. Включается. Так что. Так что все нормально. А туда пойдет? Сюда, да? Включается. Включается. Где Зоуда заканчивается. Включается. И выйдем на дорогу. Сейчас. Ага. Вот такая вот... Это снег. А ну все прекрасно. А знаете по какой причине? Я же родился в Коми. Ага, понятно. Ты же Коми у нас. Какие пихты у нас тут. Основоенные здесь. На дороге. Без май. Прогуляемся по лесу. Пока. Перекус. На поляне боярышника. И шиповника. Мы просто пошли по лесу. И просто вниз. Идем и кайфуем. От этого замечательного передвижения. Ха-ха-ха. 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 Такое местило. Сейчас я иду дальше. Ага. Аккуратненько. Тут корни. Дальше. Дальше. Отлично. Карате. так сюда нам к тому дереву нормально жёсткий спуск у нас достался в балку спускаюсь сухую приключение сухая балка спустились пообедали в экзотическом месте в ущелье реки сухая балка сухой балки что-то она не со вообще не сухая после обеда почему-то не хочется спать а хочется идти почему это нас тускались от оттуда 6 все световой день подходит концу мы подошли к месту лагеря возле дороги на мизмай возле сухой балки сейчас готовим костерок зажгем поставили палатки пойдем за водой здесь мы с ромой с ромой 2006 году здесь ночевали в январе месяц по дороге в мизмай где-то около нуля не плюсовая до температура легкий плюс я думаю знаете делать вам от вас костер зажгем у там вот потом подальше да вот за этими пик точками чтобы на всякий случай сюда не попал рожи костра с помощью газовой горелки трамп бедняга трамп кролочок еще сушничок вроде думал зажарочка каши наш костерок жаркий вечереет шестой час до где-то пробудить темно булгур зажарочкой и тушеночкой водяга рассыпаем булгурчик ребята возле костра не хватает камер внутренние будни зимних туристов ноябрьских костерок развели палаточки собрали поставили агрегатик будет кипяточек кашки вовсиная с изюмчиком конфетки чаек травяной погода хмурая но снег снега пока нет горах задувает ветер зашли по волоку к повороту вот через лес вверх прямо на горе букв сейчас пойдем здесь такая неприятное зрелище вырубки все разбомблено есть лаганахский хребет а по альпике проходит биосферный заповедник идем ползем по вырубленному склонно чем выше чем вроде лес преображается и нас ждут опять облака внизу сегодня будет обалденный закат эти конечно облачность не поднимется надвигаются снежные тучи вот-вот начинает срываться снег мы поднимаемся на альпику выходим перед горой буквы такая прелесть прелесть класс альпика лаганахского хребта идем к домику туман точнее туча снежная начинает поглатывать альпику начинает срываться снег снегопад а нам туда в белую мглу начался облажной снегопад мы подходим к домику снеговички вот это вот все прелести зимнего похода там дырка в крыше тут наслаждение источник отлично сейчас еще подлатаем так домики мы наводим быт и уют еще наливайте чайка благодать а на улице что же там происходит на улице что-то там вообще жестко жесткое молоко даже сюда сыпет не ну мы супер грамотно забрались прям самый целовалось так вот здесь мы будем спать не мешай тут будут рюкзаки спать тоже посмотреть улицу там тоже там тоже таким же снегопад облажной мощный везде белым-бело под горой буква балаган под горой буква на лаганахском хребте такая печка довольно приличная с довольно приличной трубой двухъярусный внизу помещается 4 человека комфортно столик стекла очень много всяких разных запасов он для четверых человек как раз хотя может и больше быть здесь еще еще здесь трое-четверо могут лечь наверху крыша задела на полиэтиленом стоит тут все ветром на зло даже есть зеркальце подошли буржуйку все капает снегопад идет на улице короче тут сразу буржуйка с баней все капает таки дела дровишек мало за сезон их тут всех срубили будем сейчас что-то выкруживать протопить конкретно всю ночь не получится но некоторое время нам позволит погреться таки дела на тропе бурелом до вот даже вокруг мизмая место которое как бы как цивилизация можно найти удивительные приключения во все сезоны вот наша мизмайская тропа тут и снегопады и ливни и засухи и альпики и пещеры и вообще вся красота реки так что добро пожаловать на мизмайскую тропу в том числе и в ноябре работа кипит зимний поход это труд с утра до вечера нормально готовим уже голова не болит ну да да вот так много сделал классно каменный репут проходили отлично да просушились да Гриш даже стыльки убираю ага все свои вытащу о я забыл стыльки вытащить ну давай готовим ужин зажарочка морковочка грибы сладкий перец лук все кайфы чеснок много спец будет очень вкусно